Волшебное и безграничное погружение в сказочный мир сновидений. В областном театре кукол поставили моноспектакль для особенных зрителей. Он называется «Где прячутся сны». Его могут смотреть дети с ограниченными возможностями по слуху, потому что спектакль специально рассчитан на них. Я показываю сказки разных форм и цветов. В небе смешиваю краски. Я хранитель твоих волшебных снов. Режиссер постановки из Москвы Мария Кузнецова. С Владимирским областным театром кукол она работает впервые. Потому что это большая ответственность сотрудничать и делать спектакль для особенных детей. Чтобы этот спектакль могли играть и в отдельности, и на такого зрителя, и на такого зрителя. И также играть этот спектакль вместе, объединив и тех, и других детей. Чтобы и те, и другие дети чувствовали себя комфортно вместе. И если что-то там, например, возникнет вопрос у обычных детей, и почему артист так разговаривает, это лишь хороший повод родителям поговорить с ребенком и, может быть, даже обучиться каким-то жестом. Поставить спектакль удалось в рамках федеральной государственной программы «Доступная среда». Инсценировка основана на стихотворениях классических и современных поэтов. По мнению создателей, поэтическая форма хорошо ложится на сурдоперевод, и его легче воспринимают дети. Работает на сцене всего один актер. Ему приходится не только управлять куклами и перестраивать декорации, но и говорить на двух языках – обычным и жестовым. А это очень непросто. С учетом того, что мы никогда с этим не были знакомы, а тут вдруг – бац! – и за две недели ты должен вот это все знать. Потому что где-то бывает, где ты запутаешься до сих пор, и все, и параллельно держишь всеми объектов внимания. Надо еще наращивать, наращивать, и, естественно, только с помощью зрителей еще работают непочатые края. Всем желающим показывать спектакль будут на сцене малого зала театра, как только снимут ограничения к посещению. Пока с соблюдением всех норм безопасности прошла так называемая сдача спектакля или внутренний просмотр. По словам артистов, это только начало жизни постановки. Дальше будет притирка и освоение на сцене. К примеру, во время первого показа создатели постановки внимательно следили за реакцией зрителей. Процесс работы навстречу друг другу, и вот смотрела девочка, она немного слышит, ну плохо, но слышит. Она все поняла, ей очень понравилось. С ней сидел рядом мальчик, он совсем не слышит. Он тоже понял, но он понял, например, она поняла про то, как и действительно есть просновидение. А мальчик это воспринял как ночь, что приход ночи и какие-то волшебства ночью происходят. В принципе, тоже как бы не исключено. И этот спектакль, ну как бы мне хочется, он и волшебный, и направляет на то, чтобы дети фантазировали. Деятельность спектакля 45 минут. За это время вместе с главным героем, хранителем снов и его помощниками, волшебными персонажами, зрители путешествуют по миру сновидений. Теперь артисты и постановщики очень ждут новой встречи с юными и взрослыми зрителями. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.